Во что играет Трамп, почему в Индии табу на роскошные свадьбы и из-за чего чешские охотники ополчились на кабанов. Об этом они только далее в обзоре. Дональд Трамп проиграл в гольф пятую часть своего президентского срока. Журналисты New York Times подсчитали, спустя месяц с начала президентства он провел на кортах шесть дней. Ранее республиканец неоднократно критикал своего предшественника Барака Обаму за то, что тот уделяет игре в гольф слишком много внимания. Полицию Лондона впервые возглавила женщина, а ранее 56-летняя Крисида Дик была главой национальной контртеррористической службы. С ее приходом все ключевые посты полицейских структур Британии, Скотланд-Ярда, Национального агентства по борьбе с тяжкими преступлениями и Национального совета полиции будут заняты женщинами. Зарплата Крисиды Дик составляет около 335 тысяч долларов в год. В Университете Южной Калифорнии создали дроны, способные демонстрировать сложные пируэты синхронно. Их планируют использовать для спасательных операций. В механизированной стае 25 беспилотников. Для каждого из дронов запрограммирована отдельная траектория. За полетом следят десятки вмонтированных камер, которые обмениваются информацией с главным компьютером. В лесах Чехии начали отстреливать диких кабанов. Ученые утверждают, животные ели радиоактивные грибы. И теперь их мясо содержит смертельно опасный цезий-137, накопленный в почве еще со времен Чернобыльской катастрофы. Очистить леса от радиоактивных кабанов взялись десятки добровольцев-охотников. После отстрела туши уничтожают. Власти индийского штата Джаму и Кашмир запретили роскошные свадьбы. Распоряжение было принято после многочисленных жалоб граждан. Мол, пышные свадьбы – это большой шум и много отходов. С апреля родители невесты не смогут приглашать более 500 гостей. А со стороны жениха – 400. Кроме того, на свадебном банкете может быть подано не более 7 основных блюд. Французский одиозный художник Абрахам Панчеваль проведет 8 дней, запечатанный в каменной 12-тонной глыбе. Вместе с ним будут необходимая провизия и книги. Художник, по его словам, участвует в необычном арт-проекте, чтобы почувствовать дыхание камня и сродниться с природой.